Всем привет! Сегодня у нас с вами на обзоре работа 2015 года. Инопланетный кошмар независимого режиссера Дмитрия Хмелева с примерным бюджетом всего в две тысячи деревянных, снятый независимой опять же студией Terra Studio. Сюжет вкратце таков. В отдаленном сибирском поселке разворачиваются довольно-таки странные и пугающие вещи. Полчища летающих тарелок атакуют местное население и их дома. Мало того, везде снуют гуманоиды в кошанных капюшонах, вооруженных бластерами. Два героя объединяют усилия, чтобы попытаться противостоять инопланетным захватчикам. Такой сюжет тянет на неслабую такую экранизацию с крупным бюджетом в импортных деньгах. То, что удалось реализовать за какие-то смешные деньги в команде единомышленников, это просто фантастика. Как и сам фильм. Часть имен, указанных в титрах, интернет-ники. Поэтому возьмусь предположить, что всемирная паутина объединяла и продолжает объединять талантливых людей, которые находят друг друга и прокидывают друг другу мостики по интересам. Фильм «Инопланетный кошмар» можно отнести к трэшу, так как режиссер, да и актеры, не особо парятся по поводу той же актерской игры, которой учат во всех там мхатах и актерских студиях. Специальные эффекты в фильме также сделаны не в особо профессиональных программах. Но хочу отметить, что работа от этого только выигрывает. Несомненно, будь у съемочной группы бюджет не в 2000, а скажем в 222 тысячи, то, возможно, все было бы немного круче. Хочется отметить музыкальную составляющую. Она превосходна. Синтезаторный саунд в стиле 80-х – это круто. Операторская работа выполнена, скорее всего, на непрофессиональную камеру, но работа достойная и не раздражает. В работе использована очень необычная цветокоррекция. Это лишний раз подчеркивает фантастичность и неестественность происходящего. Подобную цветокоррекцию использовал режиссер фильма «Город потерянных детей». Если бы создатели проекта знали, что они используют такие мудреные обработки, то, возможно, бы удивились. А может быть и нет. Чувствуется, что режиссер знает кино не по киношколе, так как умело для независимого проекта используют клише и цитаты из кинофантастики. Несомненно, за работами этих ребят следить стоит, так как с каждым новым проектом мастерство, как говорится, растет. И надеюсь, что у руля российской кинофантастики и жанра ужасов будут стоять по-настоящему преданные фанаты, знающие и уважающие кино, а не люди с толстыми кошельками и пустыми амбициями. Спасибо за просмотр, оставляйте комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok